Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. На площадках мы снова разбираем события и, разумеется, стараемся попробовать немного адаптировать фон вчерашней, скажем, минувшей торговой сессии под то, что у нас может произойти с инструментами дальше, чтобы все это укладывалось, опять же, в формат наших с вами ожиданий по ряду финансовых инструментов. Сегодня мы с вами вкратце подведем итоги двухдневного заседания американского регулятора и пресс-конференции Джерома Паула. Сразу хочу сказать, что волатильность доллара в моменте была, ну вот трудно сейчас точно констатировать, что же все-таки привело в большее движение американца. Либо статистика, крайне неоднозначная, кстати говоря, вчерашнего дня, либо все-таки непосредственно то, что было сказано председателем американского центрального банка. Но попробуем разобраться и в этом. В общем, друзья, сегодня день уже новый, мы ориентируемся на новый фундамент и эстафету Федрезерв передает Банку Англии. Сегодня традиционно день, когда Банк Англии публикует решение по ставке. Нас интересует распределение голосов, конечно же, как всегда, пересматриваются прогнозы по инфляции, по экономическому росту. Также мы получаем обновленные параметры объема выкупа активов, сопроводительное заявление, протоколы, еще и пресс-конференции. Этот день традиционно называют суперднем для британца, поэтому в названии брифинга сегодняшнего будет фигурировать именно эта фраза. Если фунт, друзья, является тем активом, которым вы спекулируете, сегодня вам нужно быть повнимательнее. Сегодня вам нужно найти время, чтобы последить за площадками, потому что британец, если в прошлые торги все-таки больше ориентировался на то, что происходило на глобальном рынке, с долларом, с евро, с рыночными настроениями, сегодня будет сам законодателем собственной моды, друзья. Поэтому будем смотреть за ним, это, конечно же, интересно, всегда наблюдать за тем, как отрабатывать серьезный фундамент. И сейчас у нас по фунту все-таки меняются ожидания. Мы не получаем какой-то конкретики по политической составляющей, по бразиту, потому что знаем, что отсрочку они получили до конца октября. И это очень много, это полгода фактически. И за это время, наверное, мы вернемся к теме Брекзита, но не сейчас, не так быстро. Поэтому нам нужно менять приоритеты для себя. И я думаю, что для фунта это как раз приоритет сейчас оценка фундамента, анализ статистики и попытка разобраться, в итоге будет ли банк Англии что-либо предпринимать касательно процентных ставок. Я надеюсь, что вместе, совместными усилиями мы сможем принять все верные решения на основании таких объективных выводов. Повестка текущего экономического календаря, друзья, представлена не только фоном из Англии. Сегодня нас ожидает еще серия индексов активности производственного сектора крупнейших европейской экономикой, в целом еврозоны. Это буквально через несколько часов мы их ждем. Я накануне говорил, что по евро придерживаясь позиции только из продажа, что сейчас евро очень сильно откатил снова, мы на пороге поддержки 1.12. Я в этом не сомневался и был успокоен, даже когда евро рос на фоне факта, всплеска интереса к рисковым инструментам, после того, как на площадках появились комментарии со ссылкой на Мнучина, Лайтхайзера, это, скажем, лидер американской делегации по переговорам с Китаем, об очередном прогрессе и о продуктивных переговорах, которые прошли с вице-премьером Китая, Люхе. И, честно говоря, друзья, я сейчас не собираюсь скрывать эту новость, но уж не знаю, насколько это правда. Несколько часов ей буквально, то, что со ссылкой на CNBS, то, что торговое соглашение между Китаем и США может быть заключено уже к следующей пятнице. Не знаю, насколько верить в это, правда ли это или нет. Напомню лишь то, что уже не раз мы были близки к соглашению, опять же, со ссылкой на влиятельные СМИ, но в итоге информация не то чтобы не подтверждалась, находились какие-то камни преткновения, которые в конце концов и не позволяли Се Цзиньпинью и Трампу собраться непосредственно для финального аккорда, для подписания вот этого соглашения. Не хочу быть слишком критичен к тому, что вот на рынке есть в плане отношения США и Китаем, не хочу быть исключительно пессимистом. Поэтому, ну, больше разделяю, друзья, позицию реалиста уже на основании опыта, который получил, интерпретирую и анализирую фон, связанный с этими переговорами. В данном случае пока что я все-таки на стороне тех трейдеров, которые не очень-то верят в скорый прорыв в этих отношениях, да и тем более до такой степени, чтобы можно было впоследствии говорить о подписании торгового соглашения. В общем, друзья, по евро мы сейчас тоже поговорим. Я обрисую ситуацию, которая складывается вот прямо в моменте сейчас и расскажу вам, на что можно еще ориентироваться дальше. И сегодня также еще блок статистики по штатам перед нонфармами. Это производительность труда, заказы на товар длительного пользования и производственные заказы. Но попробуем последить и за этими данными, хотя в целом, наверное, они уже в сути дела не меняют. И в принципе мы ждем серьезный отсчет. Это нонки, которые завтра, особенно после прошедшей репетиции по EDP. Ну а теперь давайте вкратце по основным инструментам. Нефтянка 7192, к сожалению, снова я использую фразу вчерашнего дня, что нефть зажата в узком коридоре. 7172 и выйти из него никак не удается. Нужен какой-то триггер. Я ставил на то, что этим триггером могут оказаться данные по запасам нефти США, которые вышли вчера. Это отчет от администрации энергетической информации. И в целом, этот отчет, как и было нами с вами спрогнозировано, оказал поддержку продавцам. И пусть даже если это в моменте не видно, то ясно, что продавцы, которые борются с покупателями, будут использовать опять же и вчерашний фон, чтобы добавить больше, скажем, аргументации к позиции того, что именно они должны выйти лидерами из вот этой проторговки и консолидации, которая идет несколько дней подряд. По статистике снова я хочу обратить ваше внимание, что еще одна неделя подтвердила, в принципе, очень высокий показатель корреляции между отчетами API и администрацией энергетической информации. То есть API в вторник у нас данные показали, что запасы выросли почти на 7 миллионов. Даже несмотря на этот отчет, прогноз администрации энергетической информации со стороны экспертов значился на том, что запасы должны были вырасти почти на 1 миллион, но реальная цифра составила 9,9 миллиона, то есть близко к показателю API. Поэтому я думаю, что в следующий раз, на следующей неделе, когда мы с вами снова будем говорить про статистику по запасам, мы также будем ориентироваться еще на показатель API. Увеличились и запасы бензина. То есть мы не можем сейчас сказать, что запасы нефти выросли, но компенсатором этого статистического фона выступили данные по запасам бензина. Они тоже выросли. Это тоже негативный фактор. И еще более медвежий негативный фактор – это объем добычи нефти США, который достиг нового рекордного показателя. Плюс 100 тысяч – 12,3 миллиона. Вы знаете, я даже анализируя эту статистику, уже стал приходить к выводу, что это такой скрытый фактор навязывания Соединенными Штатами Америки определенной позиции другим производителям нефти. Такой латентный стимул, чтобы они тоже стали увеличивать добычу, потому что в конце концов, чем больше нефти добывают Штаты, тем, чем больше они в конце концов экспортируют и находят поддержку в каких-то сторонних партнерских связях, чем больше эта поддержка, тем меньше места остается другим производителям. И если мы вспомним, опять же, понедельник, собственно, прошлой недели, точнее этот понедельник, когда мы с вами разбирали своего рода интервенции Трампа о том, что он призвал, опять же, вмешаться страны ОПЕК в происходящее на рынке нефти, снизить цены, каким образом это можно сделать, увеличив производство нефти, то сейчас мы можем прийти к выводу, это, конечно же, мой субъективный вывод, что такая статистика – это еще один фактор-мотиватор для страны ОПЕК, плюс подумать о том, не хотят ли они все-таки изменить текущие показатели нефтедобычи, потому что пройдет немного времени и может оказаться поздно, потому что Штаты продолжают свою такую экспансию, значительную, очень амбициозную на рынке углеводородов. Несмотря даже на это, друзья, был вчера и сдерживающий фактор, который все-таки заставил медведей не торопиться с развитием коротких позиций, или, может быть, они и хотели, но оказал поддержку еще и покупателям. Это данные от Reuters о том, что добыча нефти в странах ОПЕК в прошлом месяце снизилась до 4-летнего минимума. Я бы сказал, что рано еще нам говорить о том, что страны ОПЕК на фоне новых санкций против Ирана начнут увеличивать показатели нефтедобычи. Это произойдет, скорее всего, друзья, вот в этом месяце, то есть через месяц, когда мы будем разбирать уже реальные цифры по добыче ОПЕК, мы с вами придем к выводу о том, что показатели начинают расти. Вот попомните мои слова. Это тоже мой расчет, моя ставка на то, что в конце концов мы в ближайшие недели все-таки обрастем вот этим фактором, фоном, который позволит нам, в конце концов, развитие короткую позицию. Да и сейчас хорошо, что котировки нефти не растут. Чем дольше мы будем находиться в таком замешательстве, я думаю, чем больше продолжается вот эта консолидация, тем больше шансов у продавцов выйти победителями. Доллар иена, друзья, 111.54, лоу вчерашнего дня, 111.04. Сначала у нас вышел отчет ЭДП, 275 тысяч новых рабочих мест по версии частной компании с 151 тысячи. Очень хороший показатель, но, опять же, роста доллара особо-то и не последовало, потому что отчет ЭДП был тут же нейтрализован данными от АСМ в производственном секторе. Здесь пад и очень плохие цифры, 52,8 с 55,3. И АСМ в разгоне инфляции, собственно, 50 с 54,3. Ну, статистика, в принципе, хуже некуда. Мы стали после этого ориентироваться на итоги двухдневного заседания. И, в принципе, я бы даже сказал, что они оказались соответствующими нашим с вами ожиданиями. Нас интересовала позиция Федрезерва относительно будущего вектора монетарной политики и оценка американского регулятора, перспектив роста национальной экономики с учетом присутствующих и все еще актуальных глобальных рисков, одним из которых остается, конечно же, торговый конфликт, который еще не разрешен, но вроде бы как на финишной, вот как я говорил в начале брифинга, финишной фазе и стадии. По комментариям Джерома Паула, он отметил, что пока что на рынке не сложилось фона, благодаря которому Федрезерв смог бы четко понять, как он будет действовать на рынке с точки зрения процентных ставок дальше. То есть, риски, они, может быть, и снижаются. Я был крайне, кстати, удивлен, то, что он дал такую оптимистичную оценку ситуации экономической в Китае, в еврозоне. У меня такое ощущение, что он реально оперирует цифрами, которые не соответствуют действительности, то есть, какие-то свои отчеты. Я лично не вижу позитива ни там, ни там, друзья. Ну, может быть, видит кто-то из вас. И, скорее всего, Джером Паула был вынужден все-таки опустить последние слабые цифры по АСМ в производственном секторе и АСМ в разгоне инфляции, потому что они вышли буквально за несколько часов до его пресс-конференции, и он предпочел просто не менять свою речь, потому что, видимо, настраивался и рассчитывал то, что эта статистика будет неплохой. Поэтому довольно странно было лично для меня слышать об признаках улучшения в американской экономике после того, как мы получили такие вот данные. Но работа над ошибками, скорее всего, будет проведена дальше. И в ходе следующего заседания мы вернемся с вами к тому, что Федрезерв остается привержен политике низких процентных оставок, ну, может быть, с меньшим уклоном же на возможность экономического стимулирования. В целом, для доллара, друзья, это, как и раньше, по-прежнему тот фонд, который создает условия для снижения, но никак не для роста. На узелание спротив доллара 0,6631 мы говорили про рынок труда, очень важно делать на него акцент, потому что данные очень плохие. Кто-то может, опять же, поспорить, как плохие, если уровень безработицы снизился до 4,2%, но произошло это, друзья, не за счет того, что на рынке создавались динамично новые рабочие места, а за счет сокращения доли экономически активного населения. Посмотрите на цифры, это действительно так, с 79 до 74, просил этот показатель. Индекс оплаты труда также снижение с 0,5 до 0,3%, и вся эта статистика будет поджимать показатели инфляции, а на фоне отсутствия базы для роста индекса потребительских цен резервный банк Новой Зеландии будет вынужден склоняться к проведению более мягкой политики, поэтому мы с вами ждем июньское заседание, друзья, когда резервный банк Новой Зеландии скорее всего снизит процентную ставку. Если вас интересуют долгосрочные позиции, то Новозеландец очень хорошо подходит на эту роль, например, с ориентиром в районе 0,65. Доллар-канадец 1,3436, как и ожидалось, мы идем с вами потихоньку к снова сопротивлению 1,35, ждем закрепления выше и топаем на более высокую планку. Все пока складывается в пользу того, чтобы отрабатывалась эта идея. У нас и пересмотрены прогнозы экономического роста, реальные цифры по ВВП слабые, низкая инфляция, мягкие комментарии Банка Канады и вчера еще вышел и отчет индекса деловой активности в производственном секторе 40, 9,7, 50,3. Все, сектор находится в состоянии тотального спада. Скрывать уже, я думаю, и уменьшать значимость этого релиза не стоит, очевидно, и понятно, что Банк Канады будет все-таки снижать процентные ставки. Поэтому мы ориентируемся с вами на то, что Канадец будет терять против доллара, и не забывайте про нефть, также еще важный аргумент. Евро против доллара 1,12,06. Я жду снижения в район 1,11,50 как минимум. И, кстати, сегодня распродажи евро могут быть усилены после выхода потенциально слабых данных по активности в производственном секторе Германии, еврозоны. Статистика скорее всего будет слабой, потому что не на чем было расти за минувший месяц. И завтра отчет по инфляции, о котором мы поговорим на утреннем брифинге. Ну, то есть два еще таких пороховых заряда для слабости евро. Я сохраняю в своем арсенале, жду, что они отработаются. И фунт, конечно же, друзья, 1,30,50 сейчас котировки. Предлагаю сделку сегодня селс-стоп с уровня 1,30,30. Накануне вышел отчет по активности в производственном секторе, спад с 55 до 53,1. Сейчас трейдеров интересует вопрос отсрочка на 6 месяцев, которая была предоставлена Брюсселем, Англией. Является ли достаточной, чтобы Банк Англии осмелился на ужесточение монетарной политики? Я сразу хочу сказать нет, конечно же, Банк Англии не будет сейчас даже намекать, закидывать идею о том, что ставки могут вырасти, потому что условий для этого нет. Мы ждем пересмотренные прогнозы по экономическому роста, по инфляции. Мы ждем, что на фонд сохранится прежнее давление, даже если политика, скажем, не вмешается в плане негатива. Завтра выйдет еще отчет по активности в сфере услуг, тоже ожидания очень плохие. И сегодня состоится еще и пресс-конференция Марка Карни в 14.30 по московскому времени. Я продолжаю, друзья, делать акцент на то, что это фактически одно из последних заседаний Карни. Очень скоро он уступит место лидера Банка Англии преемнику. Это произойдет в конце этого года. Поэтому в принципе уже все ясно. Ему нечего скрывать. Ему можно констатировать факты именно таковыми, как они и есть. И в связи с этим я настраиваюсь на риторику, которая будет создавать и поддерживать такую скепсис в отношении всей Англии, который, на мой взгляд, и без того должен быть очень очевидным. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok